МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 15 января в Зубово-Полянском районе на пожаре погибла семья из трёх человек. Одним из погибших оказался пятилетний ребёнок. Дом в селе Уголок загорелся около девяти часов вечера. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём. Возможно, при курении. В тот день старший сын хозяйки дома, 23-летний молодой человек, в одиночку устроил в своей комнате праздник. Человек получает пенсию, подрабатывает какие-то случайные заработки, купил несколько ящиков пива, закрылся в комнате, курить не выходил. Ну и в результате очаг пожара находится у него в комнате. Никакими техническими причинами обусловить его, кроме как неосторожным обращением с огнём, нельзя. Женщина заметила пожар, но поздно. Помещение было охвачено дымом, а выход – пламенем. Однако попытку спасти себя и второго пятилетнего сына она предприняла. Мать с ребёнком пыталась выйти, закрыла ребёнку полотенцем лицо, но пройти мимо горящей комнаты уже не смогла. То есть единственный путь эвакуации – коридор, ведущий на улицу, был перекрыт для неё уже огнём и дымом, выходящим из комнаты, которая находилась у старшего сына рядом с выходом из дома. В панике женщина не смогла найти более безопасный выход. Ведь дом одноэтажный, и выпрыгнуть с окна было единственным правильным вариантом. Но Шок сделал своё дело. Дом сам кирпичный, пристрой полностью деревянный, и внутри вся обшивка, отделка деревянная. То есть имело место очень быстрое распространение пламени по всей площади. Потому что пожарные прибыли на место через 12 минут, но уже практически вся квартира, всё помещение, половина дома была объята огнём. Тела женщины и пятилетнего ребёнка были найдены на полу, в коридоре, на пути к выходу. Тело старшего сына было в комнате за закрытой дверью. Этот погибший мальчик пополнил печальную статистику гибели детей на пожарах, которая, кстати, не открывалась уже с 2014 года. И всего за две недели 2017-го погибших детей уже трое. Напомним, 11 января в селе Красное Сельцо Розаевского района погибли две девочки трёх и четырёх лет. Оставлены они были на попечении дедушки, достаточно молодой мужчины 69-го года. В сильнейшем состоянии алкогольного опьянения находился, за детьми не следил. В этом случае мужчине удалось отделаться ожогами. А вот вывезти сестёр из горящего дома не получилось. Причиной пожара тоже стало неосторожное обращение с огнём. Это занос источника открытого огня, связанный, ну, на горючие основания, связанный с деятельностью человека. Но вот непосредственно мужчины или детей пока выясняется. По обоим фактам, Следственный комитет возбудил уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ведётся работа по выяснению всех обстоятельств произошедших пожаров. По уголовным делам в настоящее время проводятся допросы свидетелей и очевидцев. Также назначены судебные экспертизы с целью установления причины смерти погибших, а также причины возгорания. Дарья Аберясьева, Александр Данилов. Происшествие. Десятый канал. В 9 часов утра в понедельник в Саранске не смогли разъехаться на четырёхполосной дороге «Жигули» и автобус. Столкновение произошло на Лямберском шоссе. ВАЗ-6 модели превратился из средства передвижения в кучу металлолома. Судя по повреждениям, удар был боковой и пришёлся на сторону водителя. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины ВАЗ-2106 госпитализирован в лечебное учреждение. По данному факту проводится проверка. Кроме 20-летнего водителя ВАЗа никто не пострадал. Информации о пассажирах, которые могли находиться в автобусе, нет. В ГИБДД пока не называют причин аварии, но предполагают, что с управлением заднеприводной машины не смог справиться пострадавший водитель. Наталья Макшаева, Происшествия, 10 канал. Третий отдел полиции Саранска по подозрению в совершении кражи разыскивает неизвестную женщину. 12 октября 2016 года, находясь в офисе компании, расположенной по улице Александра Невского, она похитила кошелёк, в котором находились 5000 рублей и банковская карта. Примета подозреваемой на вид 45-55 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении этой женщины, просьба сообщить по телефону 29-90-02 или 102. Первый отдел полиции Саранска устанавливает личности местонахождения неизвестной женщины, подозреваемой в краже. 26 мая, находясь в торговом центре, расположенном по улице Волгоградская, она похитила кошелёк с деньгами в сумме 8000 рублей, который по невнимательности был оставлен на стеллаже одним из покупателей. Приметы подозреваемой. На вид 30-35 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные и чёрные. Была одета. Синие джинсы, майка с изображением попугая при себе имела жёлтую сумку. Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефону. 29-77-53 или 102. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники? Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного прокурора Мордовии 475-505. Круглосуточно. 105 и 6 АФМ. 105 и 6 АФМ. Милицейская волна. Пожарная охрана, город Саран. Что случилось? Пожарная охрана, город Саран. Пожарная охрана, город Саран. Мордович. Пожарная охрана, город Саран. Пожарная охрана. Продолжение следует...